Знаете, во время войны в Чечне руководство Палестины заявило, что Чечня это внутреннее дело России, это те, за кого вы теперь топите, кто занял исконно еврейские земли, им же 20 арабских стран мало. Да, это, конечно, круто. Так, здравствуйте, Томсо, расскажите, как вы относитесь к сексизму, считаете ли вы, что окружающий мир мужской и мужчина в нем главный, а может у мужчин и женщин должны быть одинаковые права? Ассалам алейкум, как ты думаешь, он идеологически настолько дурак и вынес фетву, или он твердо убежден, что он неправ и лишь выполняет поручения ФСБ, как вы, как мы все знаем, воробей со своими причудами? Алейкум ассалам. Так, здравствуйте, Томсо, расскажите, как вы относитесь к сексизму, считаете ли вы, что окружающий мир мужской и мужчина в нем главный, а может у мужчин и женщин должны быть одинаковые права? Так, считаю ли я, что у мужчин и женщин должны быть одинаковые права? Если мы говорим о всеобъемлющих вопросах, то нет, конечно, у мужчин есть свои права. Посмотрите, я на все это смотрю, естественно, как мусульманин, а в исламе у мужчин есть свои права и есть обязанности, у женщин есть свои права и есть свои обязанности. И мужчина является пастырем в своей семье, он, безусловно, является главным в семье. Но, если когда мы говорим про права мужчин и женщин в каких-то там обычных повседневных вопросах, конечно, они одинаковые, конечно, здесь нет каких-то разногласий. Что кто-то в магазине, например, на кассе мужчина должен первым обслужиться, а женщина второй, конечно, такого нет. Понятно, что мы не об этом говорим. В обычной нашей жизненной, в обычной нашей жизненной ситуации, то есть в обычной жизни, в быту, да, эти права, по сути, они одинаковые. То есть то, что ты, может быть, вкладывал в этот вопрос, почему я это уточняю, когда мы с точки зрения ислама, как мусульмане об этом говорим, мы четко подразумеваем модель семьи, что в этой модели главенствует мужчина, и все члены этой семьи подчиняются воле этого мужчины. Когда обычно немусульмане задают подобный вопрос, то они не это имеют в виду, они имеют в виду какие-то другие базовые какие-то права людей, бытовые, как, например, приведенный мной пример, да, в магазине, там, или, я не знаю, передвижение на общественном транспорте, там, в общем, подобные моменты. Здесь, конечно, у людей, в принципе, права равны. Но когда мы переходим уже в плоскость семейных, там, традиционных вопросов, здесь, да, у мужчины есть свои права и обязанности, у мужчин этих обязанностей гораздо больше, то есть задержание семьи, там, и так далее, много очень моментов. У женщины обязанностей другого характера, их меньше, и, соответственно, у каждого из них есть свои права. Знаете, во время войны в Чечне руководство Палестины заявило, что Чечня – это внутреннее дело России, это те, кого вы теперь, за кого вы теперь топите, кто занял исконно еврейские земли, им же 20 арабских стран мало. Да, это, конечно, круто. Они, палестинские власти, они, кстати, и сегодня на тех же самых позициях находятся, они и сегодня дружат с Кадыровым, они повесили звезду, как она называется, звезда Иерусалима, в общем, высшая награда у них в этой автономии, они ее повесили матери Рамзана Кадырова, у них там какие-то очень тесные, близкие отношения, муфти кадыровские ездят, значит, к ним в каких-то передачах там участвуют. То есть та позиция, которая была у этой палестинской администрации во время активной фазы воевых действий в Чечне, она у них, по сути, сохранилась. То есть та администрация оккупационная, которая была назначена Кремлем в Чечне, эта оккупационная администрация признается палестинскими властями, они с ними дружат. Поэтому, если ты хотел спросить, симпатичны ли нам эти ребята из палестинской администрации, Махмуд Аббас, нам и прочее, то нет, они нам далеко не симпатичны. У нас очень много к ним претензий. И одной их дружбы с Кадыровым сегодня было бы для нас достаточно, чтобы иметь о них негативное мнение. Но если ты хочешь теперь под эту волну подтянуть весь палестинский народ, теперь из-за того, что у нас есть претензии к конкретным вот этим вот властям, мы теперь должны встать на сторону несправедливости, на сторону оккупантов, и поддерживать Израиль просто потому, что нам неприятна палестинская администрация, мне абсолютно не симпатичны азербайджанские власти. Но в Азербайджано-армянском конфликте я, конечно, поддерживал Азербайджан, потому что они правы. Потому что одно дело, там нам не нравится власть, а другое дело, это народ этой страны, который был в свое время несправедливо изгнан со своих земель, был проведен геноцид этого населения. Понимаешь? Совершенно разные вещи. И теперь из-за того, что мне неприятен Алиев, коррупция, которая у них, пограничники, которые коррумпированы, теперь мне нужно было стать на сторону Армении? Конечно нет. Поэтому здесь вот эти ваши приемы, типа палестинские правители плохие, поэтому давайте поддержим Израиль. Или там Хамас, они, значит, тоже плохие, дружат с Россией. Давайте теперь, значит, поддержим Израиль. Кто бы там ни был, как бы они нам неприятны ни были, в вопросе Израиля, палестинского конфликта, Израиль является оккупирующей державой. Израиль – это международно признанный факт. А когда такая есть ситуация, то есть вот добро и зло глобальное. Вот в этой ситуации глобальное зло – это Израиль, глобальное добро – это Палестина. При этом, когда мы, например, видим, что либеральные журналисты, допустим, на эту тему начинают рассуждать, и говорят, допустим, журналистка «Дождяк» от Рикадзе, она в своем споре с генеральным секретарем Amnesty International, она привела такой довод, что вот, мол, есть Газа, Газа, где властью является Хамас, террористическая организация, как она ее назвала, и они там силой что-то захватили и так далее. А вот есть Израиль, где вроде, ну, оккупирующая держава, но, тем не менее, там проходят выборы, то есть есть какие-то демократические институты, власть реально избираемая, и разрешены ЛГБТ-прайды, как она это отдельно указала. Вот смотрите, в такой вот ситуации на это нужно смотреть с точки зрения, что есть глобальное зло и добро, но при этом в этом глобальном зле могут быть какие-то проявления добра. Там может быть что-то хорошее, как, например, демократия, как, например, избираемость, демократия в плане избираемости власти. Хороший фактор, что власть избирается, что там нет узурпации какой-то, нет диктатуры, это хорошо, да, это хорошо, но это не делает, это глобальное зло теперь не превращает в добро. Понимаете? Она, какие бы там институты не работали, как бы хорошо там власть не избиралась, какой бы сменяемой она не была, это оккупирующая держава. Понимаете? Вот при всем при этом, при хорошей экономике, хорошей медицине, при всем при этом они строят поселения на западном берегу реки Иордан. Они просто нагло захватывают земли. Они там установили режим апартеида, на что указала генеральный секретарь Amnesty International. Понимаете? Вот здесь у них парламент, здесь какие-то дебаты, избираемость, сменяемость власти, но при этом они оккупируют чужие земли, они устанавливают там режим апартеида. Здесь они просто геноцидят людей, они просто убивают палестинцев массово. Поэтому, а при этом вот умирающие палестинцы, у них, видите, нет избираемости власти, нет там никакой сменяемости, там Хамас, там вот эти вот палестинские власти, которые нам очень неприятны, но при этом они все равно являются пострадавшей стороной. Это их оккупирует, это их убивает. Поэтому, да, нам неприятны вот эти вот все моменты, о которых мы упомянули, но при этом в глобальном вот этом противостоянии добра и зла на сторону зла становиться нормальный человек не будет. Ас-саляму алейкум, как ты думаешь, он идеологически настолько дурак и вынес фетву, или он твердо убежден, что он неправ, и лишь выполняет поручение ФСБ, как вы, как мы все знаем, воробей со своими причудами. Ас-саляму алейкум ас-саляму. Слушайте, мне будет сложно там забраться в его голову, как он мыслит. То, что он является врагом Аллаха, врагом мусульман, врагом ислама, в этом нет никаких сомнений. Поэтому, а что им как бы двигает, то есть он убежденный такой враг Аллаха, считая, что он, типа, что он прав. Ну, не знаю, я, конечно, не думаю, не сильно мне даже хочется на эти темы рассуждать. Я думаю, мы с вами понимаем, кем он является. То, что он является врагом, в этом нет никаких сомнений. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok